Ребят, посмотрите, уже начинается легкий потоп, это накапало, чтобы вы понимали, минут за 20, вот столько, ой-ой-ой, куда ты? Товарищи, а это что получается, там походу машины потонули, как я понимаю, походу да, и все стоит, а я как бы на день рождения опаздываю, сейчас девушка разворачивается, а я не понимаю, аж, и пойдемте посмотрим, да, там реально, посмотрите, видите, походу BMW наебнулась, блин, жестко, мне кажется, там был, знаете что, водяной удар по двигателю, блин, как обидно, кошмар, бля, посмотрите, утонула машина в ахуе, Боже мой, какой сегодня тяжелый день, ребят, я приехал домой в 6 утра, в 8.40, у меня уже была моя визажист, она меня красила, я опять спал, вот, ну, мы уже, знаете, придрочились, поэтому я даже когда сплю, получается, супер, стрелки, вот, но тем не менее, пошел нахуй, блядь, тем не менее, подождите, сейчас, нужно повернуть здесь, я на очки, бля, Субару, бля, бля, помогите, бля, сила, чуть в попку не въехали, шутка, ты напрягся, малыш, это лишь минимум того, что я могу, вчера все просили меня остаться, говорят, Леша, не уезжай, я говорю, я вообще не с вами, кто вы? Мы твои друзья, я говорю, у меня нет друзей, блядь, я домой, пока, такое вот было вчера настроение у меня, такое, агрессивно сложное, да, такое перманентное состояние, на самом деле, тем не менее, я приехал еще, собачки меня ждали, ждали, встретили, о, боже, мне же нужно собачьей няне написать, завтра уезжаю, сейчас напишу, господи, а мне сейчас придется пройти по улице, меня уже встречают люди, я так не хочу общаться с людьми, что мне делать? Мне уже машут на светофоре, сделаю вид, что я не заметил, сделаю вид, что я так сижу, типа, боже мой, сейчас они перейдут дорогу, и я выйду, вообще, сейчас не готов общаться с людьми, вообще не в состоянии, вчера, вы знаете, вчера, я, мне кажется, наговорился на год вперед, столько было знакомых, я сейчас вообще не хочу, оно мне вот это сейчас надо, это болтология, я не хочу, боже мой, мальчик ко мне подходит, пожалуйста, нет, мальчик, отойди, отойди, говорю, что не хочу общаться, ко мне подходит мальчик, стучит, я в напряге, боже мой, что, мальчик, ты хотела, не понимаю, папироску или клей, а ты что хочешь, пиздящая коробочка, нужно сейчас просто собраться с мыслями, сейчас соберусь с мыслями, просто выйду в этот мир, вот просто, я не могу это сделать, надо, раз, два, три, погнали, окей, летс гоу, сториз записывается теперь без звука или что, проверка связи, нахуй, все нормально, со звуком, так вот, мне опять хочется идти какую-то несуспетную мразь, хотелось просто, понимаете, хотелось просто, я стою в очереди в магазине, и просто понимаю, что я хочу просто орать, блядь, я еле сдержался, так хотелось орать, в итоге, я думаю, ну, записываю stories, отвлеку себя и свои желания, просто ужас, мне бывает такое, надо хочется просто нести какую-то несуспетную гадь, чтобы люди просто слушали, и думали, боже мой, он конченый, че-то мы тебя играют, родной рэп, интересная такая музычка, чисто для заселения в отель, в пизду, боже мой, сегодня у меня такая, знаете, подвижная психика, родной, спасибо большое, спасибо, короче, у меня сегодня такая подвижная психика, я обращаю внимание на каких-то людей, которые себя странно ведут, и мне кажется, что они все сошли с ума, вы знаете, бывают такие дни, когда ты просто поворачиваешь голову налево, и там типа бабка дабстепит, ну, то есть, как бы такой, какой-то стилек адский, и я просто каждый раз поворачиваю голову, и как какие-то очень странные люди попадаются, они делают очень странные вещи, для меня, по крайней мере, какие-то движения странные, в этот момент, как я бы на них начинаю смотреть, что я, блядь, несу, похуй, вот сегодня красотуська, такая вот история, такие вот крики, такой вот Аллен, день рождения, ну, Кать, девочки нашей, здесь живут сверчки, ну, Кать, я про сверчков рассказываю, ну, Кать, ну, блядь, ты меня испугал, но ты, блядь, ты меня испугал, что? Кажи громче, люди должны слышать, и еще раз, и, отсосил рыбу до крови, короче, ну, Кать, сверчки здесь живут обычно, у девочки нашей, сверчки больше не живут, почему? Я их съел, блядь, блин, а он будет, так хорошо, что он подвигал клювом, как он сейчас сидел, ребят, пингвину сто лет, видите, такие вот детские игрушки были сто лет назад, сто лет, блядь, я в шоке, просто, как же хорошо, а это советский? Нет, нет, это не советский? Английский, а, английский, а, советский, 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 у него еще и глаза загораются, а, родная, все не за горами, блевцы, хватает. Блядь, давай, так, но... В истории Англии подобные сувениры используются для того, чтобы вспоминать о любимом человеке, который, как мы видим на этом изображении, давно умер, а для самого изображения, собственно, для того, чтобы частичка ледон оставалась рядом, Ну... Используюсь волосы этого человека. Вот они. Ну, сколько лет? Ну, суши, я с каждого года типа лет. Понимаете, что это волосы? А это кровь, кстати. Ну, 150+. 150+, глядь. Все прям. Ты где ты купила? На аукционе? На ибре. Просто пиздец, ребята, понимаете? То есть это волосы человека, у которого уже нет живых, да? Определенно. Определенно. Я вады, да. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...